Всем привет, друзья! Это канал Multisport, и я рад открывать серию летних роликов с родной русской земли, город Зеленоград. В сегодняшнем ролике я расскажу, как решил провести свой день рождения. Это уже такая добрая традиция, устраивать для себя какое-нибудь испытание в этот день, для того, чтобы его классно запомнить, просто чтобы он отложился в памяти очень глубоко и надолго. И я на этот раз придумал для себя испытание такого плана. Как обычно, конечно же, выносливость, велосипед, формат ролика для вас. Но что сегодня будет интересного? Так как мне исполняется 32, я решил проехать 320 километров со средней скоростью 32 километра в час. Ну, к примеру, это в три раза быстрее, чем скорость быстро идущего пешехода, либо в два раза быстрее, чем скорость прогуливающегося на велосипеде человека по городу, либо это в полтора раза быстрее курьера, который пролетает мимо вас на велосипеде. Ну и так еще, для примера, 32 километра в час. Это в полтора раза быстрее, чем ограничение скорости на электросамокатах прокатных, которые дают по городу. Надеюсь, теперь вам стало примерно понятно. Ну и самое главное, что 32 километра в час для меня это вообще нетипичная скорость. Есть тренировки, которые даже 60-50 километров на велосипеде я делаю со средней скоростью обычно не больше 30 километров в час. Если иногда и больше, то это крайне редко, когда состояние ног или ветер в спину, или когда ноги очень свежие. Ну, в общем, вы поняли, для меня 320 со средней скоростью 32 это крайне интересная задача. Интересная, потому что сложная. Ну а что будет дальше, получится или нет, вы, конечно же, узнаете в конце ролика. Ну а я советую вам заваривать чаек и приятного просмотра. У нас сейчас непосредственно 5 утра, воскресенье, 2 июня, мой день рождения, и мы его едем отмечать. Температура 19 градусов, все погодные условия благоприятные. Я сажусь, я заряжен и погнали праздновать. В таком ракурсе вам предстоит на меня смотреть ближайшие 10 часов. Именно столько я планирую потратить. 10 часов, математика простая, 32 километра в час, должно получиться 320. Как выйдет, узнаем, совсем скоро. Покидаю Зеленоград крайне быстро, со скоростью света вылетаю из него. Пока много сил, пока много энергии. И с утра по хорошей, бодрой температуре воздуха крутится очень легко. 15 километров, время 28 минут. Пока что трасса пустынная, почти нет машины, это очень радует. Одному, конечно, ехать не так весело, как было бы в компании велосипедистов. Но если ты зритель моего канала и для тебя без проблем проехать 320 и проехать быстро, то я всегда рад тебя буду видеть в своих следующих роликах. Потому что таких на это лето запланировано немало. Выезжаю на ЦКАД. Здесь уже будет трафик чуть больше, но по нему я поеду совсем чуть-чуть. Буквально до Истры мне надо долететь под ЦКАДу. Важная составляющая любой моей поездки, это, конечно же, маршрут. Иногда, когда маршрут сложный, я его продумываю очень детально. А иногда, как в этот раз, я накидываю для себя список городов. Примерно понимаю, сколько это будет в одно кольцо. А именно в кольцо я хотел сделать этот маршрут для того, чтобы уехать из дома и вернуться домой. Так в этот раз кольцевыми городами для меня стали Истра, Руза, Волоколамск, Клин, Солнечногорск. Истра, Руза, Волоколамск, Клин, Солнечногорск. Зеленоград, шестой город. Шесть городов, 320 километров кольцо. Про маршрут рассказал, теперь немножко рассказать про питание. Ведь вам тоже интересно, что я буду кушать все это время, правильно? Поэтому я быстренько расскажу, чем я буду заправляться на завтрак. Это творог, сметанка. И самое главное, что я беру в дорогу с собой из провианта. Кола. Это йогурт, сейчас буду пить. Классика. Буду есть пюрешки. Взял 4 штуки с запасом детские. Обязательно жевательные мармеладки, как резервный источник питания, просто в карман кину. И так, киви. Это тоже сейчас буду есть. Вот, булки. Взял в пятерочке круассаны, которые поем на завтрак вместе с кофейком, с творогом и со сметанкой. А с собой, получается, я беру только колу, пюрешки и мармеладки. И тут еще у меня на окошке лежат 3 банана, потому что они зеленые. Я попытаюсь их немножко сделать желтыми. Вот и все, вот и все, друзья. На этом я планирую завтра утром стартовать. Ну что, ребята, там, куда я еду, идет дождь. Идет дождь прямо там, где он не должен идти. Точнее, где он не нужен мне сегодня. С другой стороны, дождь мне не нужен, а дачникам он сейчас очень нужен. Потому что погода стоит уже жаркая, теплая и дождей мало. Поэтому надо за них порадоваться. Ну, а я могу немножко и погрустить. Подумаешь, буду весь мокрый и грязный. Это не самое же страшное, правильно, друзья? Самое страшное прожить день рождения так, чтобы его потом не запомнить. Как и любой другой день. Это я просто устраиваю для себя такие, знаете, флэшбэки, чтобы оставались по жизни. Делаю такие челленджи. Всякие разные придумываю. Чтоб потом было, что вспомнить. Я думаю, вы тоже замечали, когда попадаете в какую-то жесткую авантюру, то потом вспоминаете ее полжизни. Так почему бы не делать эти авантюры можно чаще своими руками? Абсолютно поддерживаю такие стремления. Ну, а мы с вами уже открутили 25 километров за 45 минут. Пока попадаем хорошо в тайминг. И вроде как силы есть. Так, позади ровно 1 час. 32 километра. Пока все по плану. Я въехал в Истру. Как раз недавно здесь были с Володей на тренировках. И поэтому особенно показывать ничего не буду. Монастырь. Точнее, вы знаете, что это называется по-другому. А я называю просто Монастырь, Кремль там. Как-то так. Мне достаточно. Все все поняли. И мчим дальше по трассе. Сразу нигде не останавливаясь. Пока что у меня полные баки. Поэтому никаких технических пауз не требуется. Ну, есть, есть такое. Немножко колдобинки в асфальте начались. Но я ведь свернул с основных дорог. Еду по таким. Между маленькими деревеньками дорожки. Поэтому, ну, как есть, так есть. Езжаю прямо сейчас вот в русский район. Пожалуйста. И ровно два часа я в пути. 65 километров. Касательно маршрута, ребята, я вот так вот еду с телефоном и простраиваю себе дорогу. Заранее я, конечно, примерно понимал, куда мне ехать. Но все равно по ходу сверяюсь с картой. Потому что здесь окрестности знаю не очень хорошо. 80 километров у меня на счетчике. Подъезжаю к грузе. Ножки уже такие. Такие, ребята. Уже чувствую, что им непривычно абсолютно работать в таком режиме. Но это только начало. Представляете, это только одна. Не знаю, 8, 4. Одна четвертая дистанции. Поэтому как-то надо будет сегодня терпеть. Терпеть весь день. Но я все равно отвлекаюсь на вот такие вот виды. И поэтому мне проще, проще все это дается. Там еще карьеры, озера. В общем, красота, да и только. Я, друзья, показывать здесь ничего не буду. Проезжаю город по окраине. Заезжать в центр сегодня не хочу. Сегодня другие задачи у нас более скоростные. Более надо все города объезжать, облетать. Поэтому сейчас где-то наполнить бачки водой. Может быть, чем-то сладким, каким-то соком. И продолжать движение в сторону Волоколамска. В общем, друзья, это первый пит-стоп. Ровно на 92 километра для дозаправки по жидкости. Потому что оставаться без воды – это самая главная ошибка. Еще по углеводикам у меня запас есть в карманах. А вода на исходе. Поэтому заливаю полные бачки. И со спокойной душой. Блин. Что-то там происходит. Тут у меня едет кока-пала. Точнее, просто кока. Вот он, он, красавчик. Дворец водных видов спорта Руза. Я там был на экскурсии. Там классный бассейн, огромный, 50-метровый. И не один, там еще рядом сразу второй бассейн для водного пола. И там очень классно сделаны трибуны. И для ныряльщиков в воду. Есть вышки и трамплины. В общем, Руза и как раз-таки знаменита своим дворцом. Есть первые 100 километров. 3 часа 12 минут. Более-менее нормально. В принципе, доволен. Самое интересное впереди. Дорога очень красивая, ребята. Очень. Посмотрите. Вот такие вот зеленые елочки стоят. Такая вот дорога без машин, без ничего. Травка зеленая. Воздух свежий, чистый. Вот здесь посадки новые, свежие. Высадили лес. Ну, просто прекрасно. Сейчас русское водохранилище. Здесь река Руза. Русское водохранилище. Оно очень большое. К своему стыду я раньше про него не знал. Не видел его глазами. Оно очень красивое тоже. Далековатое, поэтому на камеру не будет его видно. Но хочу сюда еще раз съездить с палаточкой, заночевать на берегу Рузы. Почему бы нет? Как вы понимаете, мои ролики это не про спорт, друзья. Хотя я ставлю себе спортивные цели. А это про путешествия. Я делюсь вот такими местами. Рассказываю именно о своих эмоциях. Поэтому, ну, я думаю, что вы знаете на моем канале не только вот спорт, спорт, спорт. А все-таки больше про какие-то впечатления. Следующий район меня встречает. Волоколамский. Дорога сразу пошла какая-то старея лет на пять. Надеюсь, что дальше все будет лучше. Ох, ребята, уже устал. Четыре часа в пути. 130 километров. Фух, нелегко. А ехать еще больше половины. А вот в этом месте хотелось бы сделать такую небольшую вставку с пояснениями. Как вы поняли, уже в районе 130-140 километра, в районе Волоколамска, у меня закончились силы. Ну, практически полностью. И я уже ехал дальше в режиме такого энергосбережения. В таком режиме я могу ехать еще очень долго. И раньше в таком состоянии я уже не мог получать удовольствие от езды. Потому что это действительно сложно и требуется навык, чтобы, будучи вымотанным, еще хоть как-то реагировать на то, что происходит вокруг. Быть бдительным на дороге и прочие-прочие такие вот моменты. Поэтому я хочу сказать всем, кто будет писать мне в комментариях, что ты просто мучаешь себя и не получаешь удовольствия от езды. Ребята, это на самом деле не так. Потому что я даже уже измотанным могу поднимать голову наверх и радоваться тому, что вижу. Радоваться тому, где я сейчас есть. И этот навык пришел ко мне, и я крайне этому рад. А ведь было бы неинтересно, сами понимаете. Если бы все было так легко, я бы пол ноги проехал эту дистанцию. А так, мне интересно и вам. Ну что, друзья, я в центре Волоколанска. Ну вот, собственно, и все. Сейчас буду уже выезжать из города. Вот только въехал, буду уже выезжать. Мотор? Не, мотора нету, только ноги. Мотор не хватит? Только ноги. 160 километров. Экватор пройден. Еду по дорожке из нового асфальта между Волоколамском и Клином. Пока все отлично. Очередная находочка, ребята, остановился. Потому что слева от меня монастырь Иосифа Володский на озере Гуревском. И это разрыв очередной. Я не знаю, так красиво он выглядит. Собственно, я ближе просто не поеду. Ну вот как точка на карте, которая просто как украшение здесь, этой дороги. Словами не описать. Посмотрите, ну, эти старые башни стоят. В центре новый храм. Все на озере. Капец. Просто капец. Прикиньте, ребят, я попал на соревнования по велоспорту прямо здесь, где еду. Перекрыта трасса и вот участники. Вот, пожалуйста, попал на гонку с раздельным стартом. Чисто случайно. У вас гонка-разделка, да? Нет, у меня пробитое колесо на 6 тысяч заедет. А, а здесь что, групповая сейчас проходит? Все подряд. А кто проводит? Гонкондо. Ёлки-палки, это Гонкондо Волоколандский что ли? Да. Фига я попал случайно. Вы тут же можете спросить меня, что ты не гоняешься с ребятами? Я вам вообще легко отвечу на этот вопрос. Ребятам нравится... Ребятам нравится гонка. Ребятам нравится выплеснуть все на двух часах, на часе работы. А я люблю поработать 10 часов, вот и вся разница. Вот представьте, да, друзья, я сейчас еду просто один, но рядом со мной проезжают гонщики. А я смотрю на свой пульс, у меня уже 160. Понимаете, что делает гонка, когда рядом участники? А представляете, что будет, если я буду участником? У меня пульс 180-190 рабочий, поэтому это совершенно разные нагрузки. Ехать здесь 10 часов, работать на низком пульсе, на 130 и прорабатывать свое сердечко. Либо выжимать из него максимум, особенно в начале сезона. Я не думаю, что многие готовы к этому. Давай, давай, давай. Так, ну гонка в Алакаламске, это все хорошо. Но моя гонка-то продолжается, у меня 180 километров на борту. А это значит, что ничего не значит. Это значит, что еще очень много. 140. Но из хороших новостей... Нет, ничего пока нет, из хороших новостей. Ну, из плохих тоже особо нет. Уже еле-еле еду. Ну и рельефчик здесь такой. Вверх-вниз, вверх-вниз. В общем, трасса такая хорошая накатистая для гонки шоссейной. Прикольная трасса. Так. Проезжаю всякие разные деревеньки уже. Нафиг они мне не сдались. Где деревеньки? Уже башка такая, знаете, оп, и падает. ШС тоже не готова постоянно вот так сидишь и держишь эту голову. Не прикольно. Ну, ничего. Девчонки. Перекрывают дорогу. Хорошо тут все, заботятся о спортсменах, ни одной машины. Вообще красавчики. Да и до Клина 30 километров. Так что они мне помогли доехать по перекрытой дороге до Клина. Хорошо, что я поехал как раз под кирпич на картах. Думал, что там перекрыто, но это и действительно так. Просто не для велосипедистов. Вот видите, тут подъемчики такие нормальные, тягуночки. Метров по 400, по 500 такие хорошие. По 7, по 8 процентов. Поэтому надо их проезжать очень экономно, потихонечку. Я не участвую. Я на Клин еду. Где на Клин дорога? Сюда? Мармеладки у меня еще припасены. Пюрешки я доел, по-моему, одна осталась. Да и все. Больше у меня ничего из припасов нет, поэтому буду заезжать на пидстопы. Вот типа как сейчас в магнит заехал, булочку купил, как бы и нормально. А что лишнего с собой везти, правильно? Заехал, как раз и передохнул немножечко. 10 минут ножки отдохнули и поехал дальше. Красота. Проехал Клин, 220 километров, уже еду на последних силах. А, да, в общем, после Клина моя следующая цель город Солнечногорск, но и не по Ленинградке же ехать, а вот по таким дорожкам красивым. Здесь машин мало и, ну понятно, да, пейзаж. Вот, но надо сказать, что я уже умираю. Просто капец, как тяжело. Это, блин, то, что я хотел на день рождения. Это лучший подарок. Просто умерись. Окей. 240 километров, 8 часов, скорость средняя 30. Так что безнадежно. Ну, доехать уже главное, да? И остаток дня, дня рождения дожить. Мне еще сегодня надо столько всего успеть, кроме этой поездки. Поэтому сейчас хочу просто благополучно добраться до дому. Как видите, скинул длинный рукав, потому что жара уже лютая. И перегревать себя уже не стал. Останавливался на дозаправку водой. Съел еще булочку одну. И все. Вот, надеюсь, что пока мне хватит провианта до Солнечногорска 30 километров. Солнечногорск. Стою на перекрестке на Ленинградку. Славный город. Но мне сейчас не до него. Надо быстро отсюда валить. Домой хочу уже. 285 километров. Уже в предвкушении финиша. Хочется... Хочется помыться. Выпил класс. Класс, кстати, офигенно под финиш зашел. И эту фруктовую водичку тоже классную. Кушать не хочется. Еду только на жидкие к углеводам. На сладкой водичке. Всякого рода. Почему-то вот у меня так. Вообще еда не заходит уже. Пью, 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 пью. Много прям. Девять часов пятьдесят девять минут я в дороге. Давайте говорить, что я уже в Зеленограде. Мне еще километров девять. То есть у меня итоговый получится в районе трехсот десяти километров. Ну, как бы смысл там особо... Смысла особо дожимать до трехсот двадцати не было. Потому что по скорости я и так провалился. Вот. И я не из тех, кто себя просто так мучает. Как бы смешно в конце этого ролика это не звучало. В общем, еду напрямую сейчас домой. Уже не буду кругами здесь вертеться до трехсот двадцати добивать. Смысла не вижу. Но скорость получилась у меня средняя. Двадцать девять и пять. Как бы доволен. Не, не доволен. Ну, и себя винить особо не могу. Потому что подготовки такой объемной не было. Вот. Эта поездка и должна была быть подготовкой к следующим заездам. О которых вы очень скоро узнаете. Все, друзья. Это финиш. Триста пять километров. Ровно десять часов двадцать минут. Все подробности. Страва ссылка в описании. Это было тяжело. Но это было тяжело. Это было как раз так, как я и хотел. На день рождения. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если так, то не забудьте подписаться на канал. И увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Но лишь могу сказать, что я на следующий день, а именно вчера и сегодня, чувствую себя очень свежим. У меня не болели ноги, не болела поясница, шея и прочее. У меня именно в день окончания заезда, то есть непосредственно день в день, было просто очень вялое состояние. Приглушенная иммунная система, приглушенный эмоциональный фон. Но уже на следующий день, после хорошего, долгого сна, и сегодня я чувствую себя прекрасно. Поэтому подтверждаю свои же слова, что такие испытания на велосипеде, это очень щадящая форма испытаний на выносливость.